Мы вас искренне приветствуем, и у нас потрясающая гостья, она известнейшая телеведущая, она писательница, между прочим, а еще актриса и потрясающе хорошо разбирается в бизнесе, как вот только что во время звучания песни Полины Гагариной выяснилось, еще и поет, но правда пока в душе, вполне возможно, в какое-то ближайшее время произойдет уже это публично. Елена Николаева, подважь, оплата с вами. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, огромное. Да, я актриса малая, я просто деньги зарабатывала, пока училась в нефтегазовом университете, мне же нужны были карманные расходы, и я просто снималась. Так не актриса, я прям открещиваюсь, как могу, потому что люди там мучатся, люди там, для них это серьезное ремесло, а я как-то это... Ну, однако, это обучение прошло. А вот то, что я журналист, это да, это вот... Прошло обучение, и в интервью все равно признавалась, что мечтаешь сняться, но это должна быть очень серьезная, хорошая, интересная рамка. Ну, не мечтаю, но я не откажусь. Да, Леночка к нам сегодня пришла, друзья, в большей степени как писатель, как человек, который эксперт в бизнесе, потому что, смотрите внимательно, вышла потрясающая книга «Делай сегодня». Вот вы видите, ракета, значит, и у ракеты есть голова, скажу, или окно. Это космонавт, да. И в ней Елена Николаевна, между прочим, не только написала сама, но еще и придумала дизайн этой книги. Иллюстрации, название сама, и там дополненная реальность включена, и все вообще все на свете. Давай мы тебе дадим ее в руки, потому что ты, твое детище, и ты, конечно, сможешь рассказать все подробно. Представляете, это как вот построенный загородный дом, да, вот такое понятие вообще не существует, мне кажется, потому что, когда люди начинают что-то строить, они годами, они пристройку, потом у них клумба, потом дерево, потом там сосед забор, оказывается, перенес на лишний, там, полметра надо его двигать, то есть постоянные проблемы. На эту книгу я смотрю, она закончена, вот она у меня в пятницу идет на второй тираж, первый тираж, а сейчас за сутки. Разобрали. За сутки, да. А, молодец. Но мне с ней очень как-то так повезло, в том плане, что первый экземпляр я подарила Дмитрию Медведеву. На секундочку. Да, на секундочку, на Красной площади, первый. Последний, который был мой лично, вот это даже не мой, это уже ее купили, и я просто оттягиваю момент передачи человеку, который ее сроком разобрел. Он за дверью стоит, просто сейчас ждет, да. Да, и вот последнюю я подарила Виктору Виксельбергу, то есть у меня очень хорошо так получилось. Потрясающий список, да. Читатели, да. Можно ли записаться на книгу, да, вот скажи. Записаться можно, я не знаю, можно назвать название издательства, да? Да, конечно, конечно. А, Олимп Бизнес, это вот издательство, может быть, все видели, в книжных лежит Илон Маск, вот которого все так активно читали. Хорошая компания у тебя. Который прооравляет рабами, и моя книга дороже, чем Илон Маск, и стоит в лидерах продаж на сайте, я думаю, ничего себе. Давайте, возможно, расскажем тем, кто вдруг, может быть, не понимает, почему вдруг телеведущая, любимая миллионами, и тут такая книга про бизнес. У меня не связывают мое лицо утреннее, да, и вот то, что человек, который пишет в серьезном журнале. То есть Елена вела огромное количество лет программу, посвященную бизнесу, поэтому... Нет, я не столько программу, программу я начинала на деловом телеканале «Эксперт», еще тогда был телеканал, и когда телеканал закрывался, меня пригласили в журнал «Эксперт» перевести в печатный формат. Ну и в сумме 7 лет, да. Назывался проект «Новый бизнес», и я его закрыла в апреле этого года уже волевым решением, потому что мне так надоело. И результат 7 лет мы видим. Да, и результат есть, но это результат, наверное, 7 лет, не то, что я писала книгу 7 лет, книгу я написала достаточно быстро, но вот материал, который стал основой, то есть это прямо кейсы, вот бизнес-кейсы реальные. Мы сейчас вот идем по улице, мы видим кофейню, там, можно сказать название? Дабл Би, например, или Лингвалео, да, предложение, по которому английский учат, или там еще каким-нибудь Coffee and the City, ну куча-куча всего. Вот мы сейчас все на улице видим эти проекты, которые, когда я о них писала, они еще были такие, о господи, у нас что-то получается, какой кошмар, правда, что ли, получается? Друзья, поподробнее о книге Елена Николаевна мы с вами узнаем в ближайшее самое время, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Митя Фомин пока споет прекрасную песню «Все будет хорошо». Так и будет, если Митя спел. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Ты жил, ты делал, как умел Странно слушать то, что ты Когда-то пел Но в вечном поиске себя Меняю минус на плюс Давайте вместе, друзья Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Все будет хорошо Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Куда бы ты ни шел Направо трудный бой Налево мир пустой Но будь самим собой И все будет хорошо Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Все будет хорошо Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Куда бы ты ни шел Направо трудный бой Налево мир пустой Но будь самим собой И все будет хорошо КОНЕЦ Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Друзья, не только в жизни, но и с бизнесом с вашим тоже все будет мега отлично. Если, конечно, вы приобретете, найдете сначала в магазине книгу «Делай сегодня» Еленой Николаевой. Лена у нас сегодня в гостях телеведущая, писатель, в данном случае автор этой замечательной книги. Лена, расскажи, мы ждем о книге. Значит, вне истории 64 стартапов самых известных в России. Да, не то, что они самые известные в России, просто у них получилось. Они делают бизнес в совершенно разных сферах. 64, их изначально было 66 в этой книге. Вообще, я больше где-то 250 написала. Нет, это издательство убрало их, было 66, и два из них были провалившиеся. И почему-то они их убрали. Хотя вот я считаю, что мы все так смотрим на историю успеха. История провала нас больше всего как раз в жизни учит. Он же поучительный. Конечно, да, да. Что человек сделал, ну окей, Вася сделал так, так, Вася молодец, будь как Вася. Но, а у того не получилось, ты же должен посмотреть. Не делай так. Ну и потом, как они встали и пошли дальше делать. И встали и пошли дальше. И у всех ребят, у которых вот здесь было, на самом деле, мне кажется, что не существует вот провалов. Просто в какой-то момент человек решил остановиться. Сам-то вот не понимает до конца. Просто он решил остаться лежать на полу зачем-то. Лен, расскажи нам, пожалуйста, про дополненную реальность. Потому что это на сегодняшний день далеко не в каждой книге можно встретить. Это первая книга вообще с дополненной реальностью. Я вот, честно говоря, страшно переживаю. Я настолько опешила, когда разговаривала с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. А у него получилось, скажи, включить? Я ему не рассказала про дополненную реальность. Дмитрий Анатольевич сейчас смотрит. Я надеюсь. У меня только спросили, так что можно делать бизнес в России? Я говорю, ну так вот же, вот ребята есть, они сделали все. Вот, делается это вот так. А вот тут есть меточка. Наводится на меточку. Я вот, не знаю, видно нет. Вот, и тут получается такая картинка. Сразу начали сообщения приходить. Слушайте, да. Свой телефон, я объясню тебе, когда она слушает сейчас, направила Лена на книгу. Там метка на книге тоже. И таким образом вдруг в телефоне заговорила Елена Николаевна. Я вживую начинаю рассказывать в телефоне. Правда, я честно скажу, Остапа понесло, и я наговорила минут на пять. Поэтому все это слушать... Ну, пять это не так много. А потом это же все происходит, глядя на тебя. Так что это сплошное удовольствие. Да, я там красиво особенно. Накрашена правильно, причёсана в какой-то веке. И я даже вот, когда у меня тут очень хорошие люди, мне подписали книжку, и среди них есть один миллиардер, который скромно попросил подписать его предприниматель. Фамилия миллиардера там указана, да? Да, там есть она, да. И вот я с ним быстро встретилась, я ему показала только этот видеоролик. И он говорил, это же всё про меня. Ты же вот... Это тоже... Это вот прям про меня. Откуда ты всё знаешь? Я говорю, ну как я вот писала об этом много лет. Как же я об этом не буду знать? Была в фильме, да. Ну, скажи, пожалуйста, ты вот уверена, что твоя книга действительно может помочь? Да, она сделана как настольная. Она вот начинается, да, то есть с чего всё начинается? Вначале была идея, вот она идёт. Где найти идею, как найти идею, с кем начать, вот вся вот эта последовательность. Где взять деньги, когда брать деньги, как презентовать себя там инвестору, журналисту, клиентам, бизнесы в разных сферах. Полная инструкция. Как кто должен быть в команде, да, где брать деньги, зачем писать бизнес-план, как его писать, как организовать процесс. То есть до, 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 прям до конца. В общем, друзья, книга, которая любопытная тем, кто только задумывается о своём бизнесе, кто только начинает, ну и, собственно, тем, кто уже владеет. Она ещё очень мотивирует, потому что вот говорят, да, общайся там с теми, кто тебя как-то заряжает, общайся с хорошими людьми. Ну, если ты сам, ну, какими-то крутыми людьми, я бы сказала. Которые лучше тебя. Которые лучше тебя. Ну, а как общаться с людьми, которые лучше тебя? Они же тоже хотят общаться с людьми, которые лучше них. Точно не с тобой, да. А тут посредством книжки, посредством реальных историй, они там, кстати, с цифрами, сколько ребята тратили на открытие бизнеса, сколько они там на фонд тратят, ну, фонд оплаты труда, налоги, всё остальное. То есть всё есть. Там не просто лирика. Вот, я шоу, подумал, почему бы не сделать. Прикладное это элемент. Она действительно прикладная. Друзья, у нас сейчас немного лирики в эфире телерадиоканала «Астронайфер». Мы вернёмся обязательно. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Перегонки с проводами, поезд летит к моей маме. А я по своим скучаю, я не понимаю, зачем. Шар апельсин тревожит, он больше гореть не может. И я поджигаю тамбур, танцую сам, всем светло. Она читает метро на Булково. Я сижу около верёвочки, связанной маме, доказано самое главное. Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е Вне сумасшедшей гонки, в сердце самой воронки Я прячу себя углами, я еду к маме твой После моих историй перевернулось море Но кто-то придумал сушу, стало лучше само собой Она читает метро на буково, я сижу около веревочки связаны Маме доказано самое главное, е Она читает метро на буково, я сижу около веревочки связаны Маме доказано самое главное, е Она читает метро на буковое Сигло, коло-веревочки связаны С нами доказано самое главное Она читает метро на буковое Сигло, коло-веревочки связаны С нами доказано самое главное Елена Николаева сегодня в гостях в телерадиоканале «Страна.ФМ». Дорогие друзья, если вы хотите почитать хорошую литературу, полезную литературу, прикладного свойства... Вдохновиться, что самое главное. И чтобы что-то кардинально поменялось в вашей жизни. Если хотели бы начать бизнес, но думайте, как, с чего, где, куда, вот, приобретаете книжку и все. Которая называется «Делай сегодня». Но почему-то первое... А там мы рассматриваем букву «Ж» даже, которая была зачернута. Да, вместо «Желай сегодня», «Делай сегодня», когда одна буква меняется, меняется вообще весь смысл всего. Конечно, абсолютно. Но название... Еще вот тут приписка есть, что денег всегда больше, чем хороших идей. Это действительно так. То есть... То есть на всех хватит. На всех хватит. Даже ищут, ищут, кому дать деньги, лишь бы только идея была классная. Идеи дети хорошие. Да, это далеко не бешеные проценты в банках. Мы даже не рассматриваем. Как родилось название книжки? Название — это был огромный мозговой штурм. Я просыпалась ночью. То есть это было такое потоковое сознание. Я себя заставляла проснуться, чтобы что-то записать. Это вот во сне пришло. Вообще название было много разных. Допустим, одно из них было «Вы мой последний босс». Ну, то есть из разряда, что человек работает... На чужого дядю буду больше не втерпаться. Да, и вот он решил делать бизнес. И значит, кто-то его босс, он последний вот. И вот эта картинка изначально выглядела как средний палец, значит, ну, с рукой. И ракета вместо среднего пальца. А ты где-то должна была быть на среднем пальце? Ну, тут тоже, конечно... Нет, это на ручке. Нет, ну, нет, в этом, в иллюминаторе. И как же я была благодарна себе, здравому смыслу, которому мне сказала, Лена, ты федеральная ведущая, не можешь себе позволить... Средний палец на книге. На книге. Когда я представляла книгу на своем... в своей программе, на своем телеканале... И презентация на Красной площади, на секундочку. Я бы целиком, как бы, я вот вручила бы эту книгу, как бы я к вам сейчас пришла бы с этим средним пальцем и бы цензурировали его, наверное, как-то. Хотя он тоже был завуалирован ракетой, но все равно я вот благодарна всем сработавшим стопам, которые мне не дали, ну, внутренней самоцензуре. Вот ее всегда ругают, но она должна быть у человека, которым ей не позволило сделать средний палец. Лен, ну, что самое интересное, ведь ты не собираешься останавливаться на достигнутом? Нет, 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 ни в коем случае. Для бизнеса ты сделала свой вклад для российского бизнеса. Да, она на второй террасе уже уходит, вот и дальше мы... И пусть книга доживет многие годы, мы с Романом обещаем тебе... И с 40 я продам, я думаю. Да, обязательно, пусть больше, в разы, в разы, у нас же миллионы в стране. Для нон-фикшена 30 тысяч, это вау. Это хорошо, да? Это очень хорошо. Ну, подели секретом, пожалуйста, с нашими слушателями и зрителями. Ты же уже продолжаешь писать, но писать уже в другом направлении. Продолжай. Я поняла просто механику. Вот все же так говорят, что на меня смотрят. В двух словах ты можешь объяснить механику, да? Вообще, механика очень простая. У меня еще шесть проектов, ну, как бы, параллельно идет. Ну, ты же не спишь, конечно, зачем тебе? Нет, я сплю, в том-то и дело. Они говорят, когда вы спите? А я сплю 8 часов, нормально. Просто главное, вот дело упало какое-то надо сделать, не откладывай ни на секунду. Вот сообщение пришло, что-то у тебя просят прислать, тут же отвечай. То есть вот по мере поступления решай проблемы, иначе они накопятся, и ты думаешь, а если я выключу мобильный, как бы... Они решатся? Мы как-то переждем, да. Вот этот вот. А потом звонки прекратятся и смс-ки тоже. Да, мне всегда все время главный редактор в СНОБе, я там интервьюер, он говорит, но ты же сама этого хотела? Ты же сама к этому шла? Чего ты сейчас жалуешься? Ты сама этого хотела? Леночка, и так как писать? Что там? Как писать? Просто сесть и писать. И не говорить... Можно книгу писать, а можно написать. Я написала ее за 10 дней. Писала год. Я пишу книгу. Ну да, конечно, все представляют же. Это как? Все по-моему. А потом я села и написала. Берись и делай. Все, я понял. Все, хорошо. Теперь ты знаешь, как это делается, весь алгоритм. Механика обычная. Ну и казалось бы, дальше ты должна была взяться тоже что-то очень такое серьезное. Вот у меня сначала тезисы я набрасывала, ну что у меня будет в каждой главе. Сначала я придумала оглавление, потом я набрасывала, какие тезисы будут в каждой главе. Здесь выступаю не как какой-то... Сейчас я вам детишке расскажу, как делать бизнес. Нет, я выступаю как наблюдатель, как коллекционер картины имеет право рассуждать об искусстве. Вот также я считаю, что я имею право насмотренности там на 2-3 тысячи проектов, я имею право сказать, что ребят, вот эти делали так и так, вот у них получилось то-то. Это делали вот так, у них то-то получилось. Обзор такой получается. Ну да, вот некий обзор. Абсолютно человечным языком написано, абсолютно разговорным, как если бы мы вот сейчас с вами сидели, я бы рассказала, вообще начинается с детской загадки. Леночка, так вот, а почему вдруг теперь ты стала, решила написать детскую книгу? Детскую я решила написать по очень простой причине. У меня было интервью с владельцем Иксмо, гендиректором, не знаю, насколько он владелец, но гендиректор точно. И я его в конце интервью говорю, нарисуйте мне этот пирог, вот рынка, да, какая сфера вообще сколько занимает. Ну, вообще весь рынок, там процентов 60, это детские учебники, но если мы это откинем, потому что немножко субсидируемая сфера, она сбоку стоит, остается треть нонфикшн, вот то есть моя книга туда попадает, треть художка и треть детская литература. Я говорю, правда, детская литература такая мощная? Он говорит, все охотятся за ней, ну и я вышла с интервью, поехала в кафе, у меня там встреча должна была быть, и там минут 30 у меня было, и я набросала сюжет детской, я хочу серию книг. Ой, друзья, что же это будут? Да, сказки, рассказы мы обязательно узнаем с вами очень-очень скоро. Оставайтесь с нами на телерадиоканале Страна. Девчонки полюбили не меня, Девчонки полюбили трубача, а у трубача дудка горяча, я понимаю, что я пролетаю, а у трубача дудка горяча, дудка горяча, а у трубача, цырие бут Зачем вы делаете красивых любителей, девчонки полюбили брата два, а я брата два замочу едва, и я понимаю, что я отдыхаю. Девчонки полюбили не меня, девчонки полюбили гармонично. А у гармониста песня льется чисто, и я понимаю, что я пролетаю. А у гармониста песня льется чисто, и я понимаю, что снова пролетаю. Девчонки полюбили не меня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Елена Николаева сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Возможно, будущий детский писатель. Да, мы до ухода на прослушивание и просмотр песни и клипа спросили тебя, что же там в книге будет, в детской книге? Я придумала, это точно будут не сказки, они будут... А вот сюжеты я не могу рассказать, мне кажется, это очень лично. Ну, это будет серия книг, но сказок не будет. Но они будут детей всячески развивать и наталкивать на то, что вот читать какую-то великую литературу, то есть мы будем охотиться вместе с ними на Моби Дика и тем самым привлекать их к Моби Дику, мы будем сплавляться по реке с Геккельберифином, и тем самым говорить, ребята, прочитайте, вот, пожалуйста. То есть всегда, мне кажется, когда ты что-то делаешь, надо главную миссию обрисовывать. Ты зачем вот это? Для чего вот это? Ну, окей, ну, денег я заработаю, ну, хорошо, но это уже не является вот каким-то таким аргументом. Я помню, когда в школе училась, у меня была рубашка, наверное, водолазка, и, может быть, одна юбка. И я думала, вот, я когда-то выйду замуж за миллионера, буду носить только там Шанель и что-то все остальное. То есть я понимаю, что я сама могу себе позволить Шанель, но я не покупаю. Мне вдруг все это стало неинтересно. То есть у меня есть там две пары туфель, наверное, просто разного цвета, там еще что-то, две сумочки. У меня все обычно приходят ко мне и говорят, а где коллекция сумок? Какая? Приоритеты меняются абсолютно. Лена, ну вот это вот твое знание литературы, оно с детства идет. Я прочитала где-то в интервью, что все. Спасибо телевизору, который сломался вовремя, когда Леночке было два года. Да, и много-много лет Лена спасалась только вот книгами. Да, зато библиотека была большая. И зато столько перечитано, и весь мир теперь состоит из этого. И самый ценный багаж. У меня все эти ребята, это все, ну, реальные. Вот-вот все они, это все реально. У меня где-то Капитан Блад пиратствует сто процентов. То есть они все, они... Вот когда книгу закрываешь, в принципе, с одной стороны, да, вселенная какая-то умирает, потому что все эти герои, все, они где-то... Это грустно всегда, конечно. А у меня нет. Да, я помню, я Атлант расправила плечи, читала 4 года, и не давала себе дочитать, потому что я не хотела с ними расставаться. Специально растягивала удовольствие. А они настолько меня мотивировали. Я думала, вот где-то на Земле есть люди, ну, условно, на Земле, которые думают, как я. Вот они про меня. Я вот поэтому и говорю, что вот книжка какая-то, где ты читаешь историю успеха, они же... От успеха же можно заразиться. Лена, а сейчас тебе удается встречать таких людей, вот про которых ты можешь сказать, что они как я? Сейчас их стало гораздо больше, но потому что я сама уже вышла на такой уровень, когда я интересна. И не тем, что я могу там кого-то с кем-то связать, познакомить, а просто сама по себе. И, конечно, такие люди тогда появляются. Когда ты просто человек, который еще ничего не сделал, ну, надо как-то заряжаться от чего-то написанного, там, допустим. Мне кажется, это вот так. Там прочитаешь, как ты делала на маске, зарядишься. Что, кроме своей книги, ты порекомендовал бы почитать вот людям, которые бы хотели? Я боюсь, что этот список сейчас будет очень долгий. Я всем рекомендую «Атлант расправил плечи». Потом вот у меня на радио, да, у меня на радио тоже стартует программа, мы пишем пока пул этих интервью, она про книги. И там люди мне будут рассказывать о книгах, которые их сделали. Вот меня тоже спросили, ну, а тебя какие книги сделали? Я начала вспоминать, вот есть «Вино из-за дуванчиков» Рэй Брэдбери, почему-то это вот настолько про меня, хотя там про мальчишку в главной роли, ну, и так считается, что это Рэй Брэдбери сам. Но это вот как-то про меня абсолютно. Ну, вот «Атлант расправил плечи» меня сильно прям тронуло. Источник вот я сейчас читаю. Всем железнодорожникам и архитекторам обязательно прочитать эти книги. Ну, и журналисты тоже в источнике, да, есть. Друзья, ну, всем слушателям, зрителям телерадиоканала «Страна.ФМ» предлагаем сейчас послушать Стас Пеху, полюбоваться, ну, а потом мы сразу же вернемся к Елене Николаевне. Мы продолжим общение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мои мысли забрели в тупик Счастья хочется Виноват и безвинный должник Моя любовь настойчива Научила время, я постиг Одиночество Мне бы легче просыпаться с другой Легче будет с чужой И с тобой, а с любой другой Все прошло и все равно Далеко Счастье мимое, мимое И несовместимая Любовь На пороге счастливая Порою ранимая Любовь На закате дождливая Часто и мимое Ищу И жду Свою Найду Свою Свою Найду Свою 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 Я никогда не понимала Современное искусство Я всегда приходила на эти выставки Над всеми издевалась Я приходила на эти выставки Я приходила на эти выставки Как бы не хочешь сама Ну и нарисовала Ну и нарисовала это все Вот как раз в первый тираж Вовнутрь ничего не вошло Ну вот ракета на обложке Ну она такая Они в стиле ребенка Как будто ребенок трактовал то, что он читает У меня тут есть, допустим, проект Тут кейс описан Где мальчик возит Хариус Там Хариус Хаус В Москве называется Он возит северную рыбу Там еще какая-то смешная история Он какого-то якута Нашел где-то там В деревне Который всю жизнь ловил Для себя и семьи Он заставляет его ловить больше Заставляет в якута куда-то ехать Передавать эту рыбу И вот в итоге Вот он Изменил жизнь того человека И себя тоже И я нарисовала эту рыбу Соответственно Ну как вот ребенок бы прочитала Что бы прочитала Рыба одетая в тулуп Просто и в шапку Такая северная рыба Ну вот Вот как-то вот так И у меня вот все они такие Интересные Вот тут вот В голове Как найти идею У меня нарисован Маяк в очках И через очки У него в разные стороны Эти лучи И в одной стороне там Он кораблик нашел А во второй Я пока не знаю что придумать Ну твое увлечение Вот в этом арт-клубе Ну расскажи просто А я пошла учиться в арт-клуб Это в МОМа В музее Там был курс Ну он вот сейчас еще идет Даже к нему можно присоединиться Потому что он там Каждый урок По субботу мы учимся Там каждый урок Отдельная тема То есть мы говорим О фактуре О цвете Какой-то урок И даются задания На втором уроке Я придумала инсталляцию Для современного искусства То есть ты начинаешь Просто смотреть на мир Как художник Ты начинаешь понимать Вообще Что вот за вот этот Вот-вот кошмар Выставляют на высокой Ты понимаешь Смысл начинаешь Какое-то большое видеть Потому что Современное искусство Это больше именно смысла Тебе что-то говорят через него Это не просто там утро В сосновом бару Это какое-то тебе именно Не просто наслаждение Для глаз Какой-то пейзаж Тебе срисованный В мире Когда не было фотографии Да Сейчас-то мы все Гораздо Со своим телефончиком Снимать Впечатляющие пейзажи Вот А тут ты просто Вот какую-то конструкцию Делаешь На втором занятии Я придумала инсталляцию Первым сообщением Это субботы Первое сообщение Я написала одному министру Попросила у него Там кое-что Не буду имена говорить На всякий случай Второе сообщение было второму министру Оба ответили Конечно мы это сделаем То есть Ну я навсегда предлагала Как проект Я говорила Это впишется в твое Вот то вот то вот то В твою вот эту стратегию Он мне говорила Конечно Все что надо Мы тебе дадим Второму министру тоже Он говорит Легко Я у него просила ветки Которые они срубают с деревьев Он даже не удивился Он сказал ветки Конечно Давай Вершки-корешки Поехали Скажи только каких деревьев Вот мы все что это Мы тебе Даже если не надо Мы порубим Нет-нет-нет У меня проект Он именно такой Что вот надо забирать Вторсырье Лен Я вот смотрю на тебя И думаю Скажи пожалуйста Какой мужчина должен быть рядом с тобой Это должен быть космос Вот чтобы встретиться Но не меньше Это точно И чтобы мы друг друга дополняли Я вот всегда Тоже в интервью говорю Чтобы один плюс один Не равно было двума Равно было пяти Десяти Вот Я энергичная Он там какой-то Да У тебя шесть проектов У него должно быть их двенадцать Не обязательно Нет Но просто вот рядом с ним Меня должно было Должно стать больше То есть вот Я не знаю как это объяснить Вот я сбивчиво Вот так объясняю Поэтому наверное до сих пор Поэтому никого не встретила Не могу миру точно сказать Что мне надо Надо в проект завести Женитьба Это личная Видишь новый проект родился Здесь в городе Все будет в порядке Мини-министры уже помогают Всяческие миллиардеры тоже Это я просто дружу Подписывают Это я просто дружу Поэтому все будет отлично Я хотела еще совсем немножечко Про утро конечно поговорить Утро России Ты вот нам уже с Ромой Сказала вне эфира Что это твое все-таки главное дело Главное приоритеты Я расставляю очень правильно в жизни Да Вот скажи пожалуйста тогда А для тебя Какая главная задача и цель Лично для тебя Миссия для меня в Утре Я для себя именно ее определяла так Глобально Что вот человек Который со мной встретил утро И допустим он потом спустился Куда-нибудь в метро И ему наступили на ногу Он не ответит по-хамски в ответ Типа куда ты идешь Ты смотри Не видишь что ли Нет он скажет Ну утро Ну бывает Я тоже не проснулся Ну что вы Я сейчас это Почищу свою белую пупельку Ну то есть вот он вот такой Он должен дальше нести То есть есть такое понятие Pay forward Да Вот в английском языке Оно как переводится Заплати другому Да Ну просто оно немножко шире Понять Передай добро Дословно да Передай добро Вот у меня цель утром Когда только все начинается У тебя белый лист С которым нет ни ошибок Ничего еще перед тобой Да Снежная цель И очень много возможностей Да Возможностей Их надо хватать Пользоваться Вот ты пошел с хорошим настроением Ты кому-то дверь попридержал Да Опять же в том же метро Тот человек улыбнулся Подумал Как хорошо Он дальше кому-то еще что-то сделал И вот это вот пошло Pay forward Да Это же не значит Что вот я заплачу тебе Да вперед А ты заплатишь мне Там когда мне потребуется Нет я дам тебе что-то Завтра мне кто-то даст И все вот именно Вот в этом состоянии живут Вот все ребята Которых я знаю Очень богатых людей Они именно живут Такому принципу Скажи пожалуйста Ну изначально ты же несешь добро Но сама внутри себя его генерируешь Что помогает тебе быть позитивным человеком И с утра вот нести этот цвет Вот мы сейчас говорили Это слово Ихигай Это уже японское слово Я что-то из разных языков цепляю Ихигай Если опять же дословно никак не перевести Но можно определить Что это то ради чего ты встаешь по утрам И у каждого человека это есть И когда ты понимаешь зачем У тебя вообще все по-другому У тебя нет работы То есть вот мне люди пишут Ну как столько работать А жить когда Ну извините Это и есть моя жизнь Я не работаю ни дня в своей жизни Ни минуты Я не могу без этого Ты же не можешь не дышать Это твой путь Это твое служение Вот это мое Мне повезло Я нашла себя Просто с детства нашла И я знала что слова И все что с ними связано Это мое Но потом еще красиво повезло Помогали тебе? Да конечно Это тоже Скажи Подсказывали взрослые? Всегда Ну конечно У меня столько учителей по жизни Просто надо иметь Иметь наглость У всех спрашивать Многие же боят А вот я сейчас покажусь Каким-то глупым Да Или вы знаете Это вот часто наблюдаешь Когда ты говоришь А ты читала эту книгу? Да-да конечно А я не читала Нет Расскажите мне об этой книге Это нормально В мире столько книг Моя рука потянулась к одной Ваша к этой А некоторые же Некоторым стыдно сказать Ну что вот он не читал Ну окей Ну ты можешь даже Толстого не читать Ну что в этом страшно Возьми да почитай Должна быть не боязнь А не знание А боязнь Не желать узнать Вот я вот как по такому принципу Ну и учителей много было Мне всегда везло Вот моя руководительница Нынешняя наутре Елена Валерьевна Я настолько ей благодарна Я пришла наутро Мне казалось взрослым Профессиональным ведущим Я училась Как ребенок Учится ходить Вот с нуля практически Любишь учиться Вообще Обожаю А у человека должно быть Вот я всегда рекомендую Как вот найти себя Очень простая штука Первое Выписываешь в листики Вот делишь листик Вот так вот Перпендикулярной линией Да Чтобы еще внизу пространство Осталось С одной стороны слева Пишешь Все в чем ты как считаешь Ты хорош Хорошо готовишь Цветы при тебе Хорошо там цветут Все-все-все Коммуникации ты хорошо Люди улыбаются Когда ты в комнату заходишь Вот это все пишешь Справа ты пишешь То в чем ты хотел бы быть Талантлив То Вот проще это понять Чем научиться Проще понять Если спросить себя Что тебя восхищает В других людях Справа пишешь Все Просто со всеми амбициями А внизу Это вот Ты это все сводишь И получается профессия В которой ты можешь себя реализовать Потому что слева Все что у тебя есть Справа То чему ты можешь научиться Леночка Ну и дальше 500 книг По этой профессии Это потрясающий рецепт Это как бы тест Да Готовы ли По какому делу Вы готовы прочитать 500 книг Не обязательно эти 500 килограммов читать Я всегда говорю Ну просто как тест Ты думаешь О господи 500 книг Это полная комната Наверное Ну Лен Спасибо тебе огромное Все У нас время закончится Как быстро Вылетит в чужом эфире Боже мой Леночка Спасибо Дописывай детскую книгу И приходи к нам Пожалуйста еще Мы почитаем Я милой приду Все детские писатели Сразу таки милой становятся Даже если они Да Конечно Друзья Елена Николаева Телеведущая Писательница Книга Делай сегодня Посвященная бизнесу Лен Покажи пожалуйста Нашим камерам Скоро второй тираж Ищите Лен Спасибо Мы тебя обожаем Спасибо вам огромное